Саша, что такое пожарный образ, одно в твоем понятии? Жизнь за другого. Если ты идешь со своим другом, со своим коллегой, со своим товарищем в дым в огонь, и дым и огонь не прощают просто никаких мелких каких-то раздоров или каких-то чего. Поэтому ты идешь туда с тем, кому ты доверяешь. Если ты вышел оттуда, это доверие вырастает в разы. Если ты остался жив, ты спас другие жизни. Вот это доверие не то что в разы, в десятки разов вырастает. И вот когда ты сделал что-то такое, а после этого еще, как говорят, выпил воду из ствола. Не водки, нет. Водка это как бы когда снять стресс, когда снять какие-то напряги внутренние. Ну это после пожара ты имеешь в виду, да? Да, наверное, после пожара. А вот когда ты вот это все пережил с человеком, вот это и есть братство. И если такие же самые твои коллеги находятся где-то там далеко, и они тебя понимают и знают о том, чем ты занимаешься, как ты это делаешь, они тебя принимают точно таким же, как они сами. Вот это и есть вот это самое братство. Ну это на мой взгляд. Может я не прав, но я думаю, что любой из моих коллег, которые со мной работали, которые хотя бы раз пробиты были дымом, огнем, водой, они это все принимают и понимают, о чем я говорю. А ты веришь в то, что существует пожарное братство между, ну скажем так, пожарными разных стран? Почему нет? Конечно, да. Люди занимаются одним и там, и один и тем же. Другое дело, что может быть разные ресурсы той или иной стороны. Допустим, я точно знаю, что, значит, та же, допустим, американская пожарная охрана, да, она имеет ресурсы получше, у них техника покруче, у них защитные средства получше. То есть, ну как бы, все исходит из того, какими ресурсами кто обладает. Но это не отменяет того, что каждый из этих людей готов рисковать своей жизнью. Ну, на самом деле, наверное, это тоже неправильно, потому что спасатель не может погибнуть. Спасатель прежде всего должен уметь выжить. Иначе он просто не может быть спасателем. Так вот, обладая разными ресурсами, тем не менее, именно мировоззрение одно и то же. Стараться спасти, стараться помочь, стараться сделать так, чтобы люди выжили в самых-самых экстремальных ситуациях. Вот это, наверное, есть квинтэссенция и есть подоснова всего братства. Помогали, были у тебя случаи такого, что тебе помогали, скажем так, пожарные в другом городе, в другом государстве, там вот такое. Ну, про государство так сложилось, что я дальше, чем в Советский Союз, не ездил. Вот. Ну, то, что касается пожарной охраны Советского Союза, тут даже не вопрос. Если, допустим, я приезжал в Судак, то там были наши друзья, коллеги. Знакомые тебе или нет? Скажем так, вообще незнакомые. Мне надо было просто перекантоваться. Мне говорили, Александр Иванович, вот здесь вот ты можешь дожить до утра беспроблемно. И, значит, завтра мы тебе поможем вот в том-в том-в том вопросе. Я, допустим, приезжал в какой-то другой город. Ну, допустим... Ну, конкретный случай. Мне интересует просто конкретный случай. Судак это раз, а еще какие города? Ну, вот в Харьков приезжал. Вообще там я никого не... Я первый раз в Харьков приехал. Значит, сунулся. Ну, сунулся, наверное, это неправильное слово. Просто узнал, что вот там здесь пожарная часть. Мне подсказали. Вот пришел, обратился... Александр Иванович, есть вот караульное помещение. Ну, не побрезгуйте. Я сам из караульных помещений. Ну, всю жизнь в службе. Спасибо за понимание и поддержку. Все. Вот это, наверное, самое такое крутое и важное. То есть, если ты приезжаешь, ты представляешься, кто ты есть такой. Тебе оказывают содействие, оказывают всяческое внимание. Ну, как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok